Здравствуйте, друзья! Вы смотрите неутомимо фестивальное телевидение Гогольфеста. Меня зовут Александр Стасов, я продюсер сайта Культ Простер Юэй. На этот момент у меня есть два собеседника. Они равноценны и равнозначны. Два хозяина альтернативной сцены, вернее, программы альтернативной музыки на Гогольфесте. Это кураторы Алена Дмуховская и Артур Литвинский. Здравствуйте, друзья! Привет! Начнем с того, что определимся, в какую сторону пойдем. Конечно же, пойдем налево. Алена, с чем вы пожаловали на Гогольфест с программой альтернативной музыки? Как вы ее формировали? Первое требование – это было то, чтобы ребята готовили или эксклюзивную программу, или какую-то новую, которую больше нигде в Киеве нельзя увидеть, потому что мы не хотели устроить еще один концерт, который повторяется с периодичностью два раза в месяц, например. Было требование – это готовить то, что еще не было увидено в Киеве или в Украине вообще. Некоторые коллективы международные у нас впервые посещают украинскую землю. В стране кризис, война. Откуда международные коллективы? К счастью, у нас получилось работать хорошо и плодотворно с посольством Швейцарии в Украине. Соответственно, у нас была возможность пригласить несколько хороших швейцарских коллективов. И плюс, мы сделали упор на образовательную программу, потому что выращивать менеджмент украинского шоу-бизнеса, чтобы все-таки это стало бизнесом и выходило на международный уровень, надо учиться у лучших и получать тот опыт, который уже существует за рубежом. То есть здесь не просто звучит музыка, здесь еще есть образовательный проект? Конечно. Мы в прошлую пятницу слушали лекцию по поводу монетизации музыки. То есть, каким образом музыкант, у которого, в принципе, скачивают песни бесплатно, как он может зарабатывать и какие есть ресурсы на международной арене, и как правильно защищать свои права. Потому что, поскольку музыкант есть артистом, у него есть свой продукт, его творчество. Его надо защищать и правильно продвигать. И в следующую пятницу у нас Стефан Шурте, приглашенный владелец швейцарского лейбла Deep Dive Music, он будет рассказывать, как правильно строить отношения между лейблами и музыкантами, чтобы всем было комфортно и работа имела успех, и какими же все-таки качествами должен обладать менеджер, чтобы иметь возможность продвигать артистов тоже на международный уровень. Отлично. Найти хорошее количество достойных проектов. Сколько вы их нашли и сложно ли это было? Вы знаете, нет. Во-первых, хочу сказать, что последние пару лет, наверное, совызрело просто. И у нас в Украине стало появляться очень много интересных молодых команд, новых лиц. И все-таки иностранные коллективы, ну они, слава богу, интересуются Украиной, поскольку мы сейчас в тренде в мире. Так что да, ну не очень сложно, скажем так, они есть. Ну, тем не менее, на основе чего вы исходили, когда составляли программу? Ваших авторитетов, ваших знаний? Это субъективные оценки, объективные? Всего понемножку. Наверное, ну, я повторю чуть-чуть Алену. Первое – это качество. Второе – это, да, действительно, это наше субъективное мнение. Это то, что нельзя увидеть. Вот фишка этого года, ну, наверное, вообще Гогольфест – это как раз коллаборационные проекты. У нас в программе два мьюзикла, два музыкальных спектакля и несколько перформансов театрализованных. Каждый из них практически, по-моему, кроме одного – это премьера на Гогольфесте. То есть они показываются впервые и готовятся под него. Программа на Гогольфесте – это практически проекты самоокупаемости. Вы знаете, поскольку фестиваль держится на героизме и энтузиазме, то, наверное, слово «самоокупаемость» больше в духовном плане. Да, безусловно, духовно – это самоокупаемое. Сколько вы готовили эти проекты, которые представляете, и какое их количество? Ну, смотрите, трудно назвать точно, потому что что-то на грани, но специальных проектов, наверное, около десятка, около того. Готовили, ну, начинали мы готовить, ну, наверное, за полгода, да, Ален? Ну, еще, если говорить о международных коллективах, мы, опять же, у нас были испанские коллективы и швейцарские. Мы работали с посольствами, начиная с декабря прошлого года, чтобы сформировать программы, чтобы заблокировать артистов, чтобы составить логистику и подготовить это все на фестиваль, ну, получается, через 9 месяцев. Некоторые люди равняют альтернативную музыку с андеграундом, а андеграунд, если порыться дальше, в какие-то советские времена, с не очень качеством, мягко говоря, и с не очень идеями. Вот на данный момент в альтернативной музыке что из себя представляют проекты? Каковы они по форме и содержанию? Что в трендах? Ну, в трендах это свобода в первую очередь, потому что сейчас у музыкантов есть столько возможностей воспроизводить музыку, и она стала очень сильно доступной. Соответственно, в такие моменты появляются такие люди, наверное, как мы с Артуром, которые отслушивают несколько сотен тысяч заявок, и из них проходит фильтр... Сотен тысяч? Сотен или тысяч. В этом году то, что я внесла в наши файлики, мы отслушивали, ставили оценочки, было больше 600 артистов, это только с Украины, которые подавали уже записанный свой материал, у них есть свои концепции, они понимали, что они хотят представить на фестивале. Также не надо бояться ничего странного, надо понимать, что же несет в себе эта музыка, и мы старались таким образом охватить по максимуму все стили, начиная от импровизации, джаза, электронного эмбиента, заканчивая более-менее мейнстримовым роком, этно, не только украинским, но и индийским, например, как у нас была премьера тоже постановки Ромаина, Шанти Пипл и Антона Слепакова, который специально писал свои тексты под это, как поэт, а ребята готовили свою программу. Дополню, чтобы люди не боялись, что это, условно говоря, волосатые чуваки из гаража, ну вот, альтернативная музыка, так вот, наверное, альтернативна, она альтернативна вот украинской поп-культуре музыкальной, которая вот за 20 лет успела сложиться, и, наверное, всем надо есть. Это, у нас, безусловно, есть и волосатые чуваки из гаража, но их очень мало. В основном это профессиональные высококачественные музыканты в совершенно разных стилях, от джаза и электроники до действительно тяжелой, но очень качественной музыки. Какие инструменты и подходы вы использовали, чтобы ваша программа стала популярной в соцсетях, чтобы к вам пришло много аудитории? Ну, во-первых, слава богу, за 8 лет успел сформироваться бренд Гогольфеста. Я заметил давно уже, что когда ты предлагаешь, неважно кому, достаточно профессиональным людям с опытом, ты им говоришь, «Здравствуйте, у меня есть интересный проект, давайте его делать». Они говорят, «Ну, делай, окей». Если ты им говоришь, «Здравствуйте, я с Гогольфеста, давайте делать интересный проект», люди обычно загораются. То есть, во-первых, больше всего действительно уже идут на имя. То есть на программу Гогольфеста очень много людей мониторят, смотрят. Плюс, безусловно, мы используем СММ. Интернет сейчас самый популярный и, наверное, самый эффективный способ. Плюс, кроме того, мы с Аленой уже, не знаю, раз в пять, наверное, были на радио, на разных. С телевидением, конечно, несколько тяжелее, но тем не менее у нас телевидение тоже задействовано. Так что, ну, все, что можем, все используем для популяризации, для приглашения людей. Но, в принципе, как показывает посещаемость, это работает. Вы для себя можете сложить портрет вашей аудитории, кто к вам приходит? От восьми до восьмидесяти. Я не имею в виду цифры. Эмоциональный портрет, вот как бы вы описали этих людей, чем они интересуются, чем увлекаются? Да, да, да. Вы знаете, вот опять же, я уже говорил, что последние годы я лично замечаю некий рост, вот появление, ну, я не могу даже как-то назвать это прослойка, непрослойка, некий формирующийся, может быть, вот культурный эстеблишмент, если это так можно назвать. Это люди новой формации, ну, это, наверное, костяк. Хотя приходят, ну, совершенно разные люди разных возрастов, но костяк – основа. Это люди, которые интересуются, которые, они западоориентированы, и при этом они не отказываются вот от своих украинских корней, если так можно сказать, и это не очень пафосно звучит. У вас есть достижения этого года. Вот уже ясно, что у вас получилось, что нет, что-то в меньшей степени. Есть какие-то помарки, как в каждом проекте, это рабочие процессы. А вот есть мечта. Вот сейчас вы уже работаете, а у вас вы хотите реализовать еще что-то, прыгнуть выше своей головы. Вы уже соображаете, что именно хотите сделать? Ну, безусловно, безусловно. Есть еще много команд, которые хотят... Почему безусловно? Для кого-то сейчас нет абсолютно ничего. Ну, как человек может жить без мечты? Это же ужасно. Ну, иногда старость приходит, говорят, в книжках пишут. Бывают проблемы среднего возраста и тому подобное. Ну, знаете, наверное, среди кураторов и участников Гугольфеста таких людей не встретишь. Да, да, безусловно, есть мечта, есть много коллективов, которые хотелось бы привести. Всегда хочется больше звука, больше сцену, больше света, больше проектов. Ну, в общем, вот тоже только больше, крупнее, громче и круче. Алена, а чего хочется меньше? Меньше хочется проблем логистических, финансовых, хочется платить большие гонорары артистам, хочется возить украинских артистов за границу в мировые туры. Для этого, в принципе, наверное, мы здесь и собрались, потому что, по большому счету, мы работаем с той музыкой, которая нам нравится, и мы стараемся изо всех сил, вот последние несколько месяцев там, постоянно находясь на фестивале, постоянно что-то готовя, мы это делаем, чтобы показать наибольшему количеству людей та музыка, которая заслуживает, чтобы её услышали. А чего необходимо сделать, чтобы вот того, что вы сказали, было меньше, а того, что вы сказали, было больше? Работать, работать и ещё раз работать. Ну и, наверное, заниматься немножко просветительской деятельностью, потому что, чем больше нас таких, тем меньше их и проблем. Соответственно, надо рассказывать друзьям, знакомым, какие прекрасные у нас есть артисты, надо водить на фестивали, надо ходить на концерты, надо понимать, что творчество — это точно такой же труд, как и, я не знаю, юридические услуги, за них тоже надо платить. И если ты можешь скачать музыку бесплатно, можешь всё-таки лучше купить диск, и этот диск даст возможность артисту дальше продолжать развиваться и нести тебе ещё больше того удовлетворения морального, которое ты получаешь от музыки. Ещё один тоже очень хороший момент, который на это активно работает — это наши волонтёры. Их очень много на фестивале. Это молодые дети, ну, дети, люди, извините, с горящими глазами, которые, ну, они отсеиваются, правда. Их остаётся немного, но те, кто остаются, они получают совершенно неоценимый классный опыт. И, на самом деле, это готовые кадры для музыкального бизнеса, для театрального бизнеса, для шоу-бизнеса, для арта и так далее. Вот это вот, на самом деле, очень круто. И Google Fest — это такая кузница кадров своеобразная, огромная. Ну, друзья, не стоит забывать о том, что чем меньше вы задаёте вопросов волонтёров, тем волонтёрам, тем меньше вы получаете неправильных ответов от волонтёров. Ребята, у вас по минуте славы, вот вы говорили о просветительстве. Что бы вы сейчас сказали нашим зрителям, чтобы они вот точно после вашего обращения пришли на вашу программу, да и вообще пришли на Google Fest? Друзья, того, что вы увидите здесь, вы не увидите в ближайший год в Киеве никогда. Только через год и даже на Google Fest, поэтому здесь надо быть обязательно. Артур, этим иногда можно отпугивать. Извините. Ну, я бы хотела сказать, что если действительно человек хочет вдохновиться чем-то или увидеть таких же немножечко безумных, с хорошей точки зрения людей, приходите, здесь такие водятся. Нас очень много, мы умеем заряжать прекрасной энергией. И у нас ещё пять дней, шесть сегодня, шесть дней прекрасной музыки. У нас будут швейцарские артисты 25-го, 27-го на закрытии. У нас будет прекраснейший день фестиваля 16+, в следующую субботу. Мы будем общаться, мы будем учиться, и мы будем слушать отличную музыку. И обычно этого заряда хватает на год до следующего фестиваля. Друзья, мы общались с вами с самыми правильными из безумных людей.